В жизни каждой семьи наступает тот счастливый момент, когда появляется малыш. Но вместе с радостью приходят и новые заботы. И одна из них – как обезопасить жизнь ребенка. Что родители могут сделать, чтобы обеспечить безопасность своего чада на дороге, расскажут Надежда Неткачева и Георгий Калинин. Елена Шульга – мать двоих детей. Она знает, какая опасная сейчас ситуация на дорогах в крае, в том числе и в Славянском районе. Поэтому старается не отпускать своего младшего сына Владислава одного переходить улицу. Елена переживает за безопасность своих детей, ведь цифры статистики не утешают. Каждое седьмое ДТП в России происходит с участием детей школьного возраста. Я считаю, что опасность очень большая на дорогах, поэтому детей с самого раннего возраста нужно приучать, учить правилам дорожного движения, приучать правильно переходить дорогу. Если дети маленькие, естественно, сопровождать их по возможности. В дальнейшем приучать самому ребенку переходить правильно дорогу. Учить правилам дорожного движения надо с самого раннего детства, считает Елена. И, конечно, прежде всего, это задача родителей. Ведь маленький ребенок начинает свое обучение с того, что берет пример с окружающих его взрослых. Не стоит жалеть времени на обучение и разъяснение ему правил. Только благодаря такому подходу ребенка можно оградить от угрозы на дороге. В первую очередь, конечно, родители. Родители должны объяснять детям, рассказывать все правила дорожного движения, как их соблюдать. И, соответственно, в школе также должны проходить профилактические беседы, уроки на эту тему, чтобы ребенок мог ориентироваться правильно на дорогах. Обучение сыновей правилам безопасного поведения на дороге она начала еще в младшем возрасте. Елена выходила с малышами на прогулку, подводила их к светофору и объясняла, что нужно делать, когда горит красный или зеленый свет. И даже сейчас, когда дети подросли, Елена не забывает напоминать им о правилах дорожного движения. Вы помните, как переходить улицу? Да, когда красный свет, надо стоять. Когда зеленый свет, надо переходить дорогу. Умница. А дальше дорога в школу. Раньше, когда младший сын Владислав был в первом классе, мама всегда провожала мальчика в школу. А сейчас за ним следит старший брат Никита. Я перехожу дорогу с братом, держа его за руку, потому что он еще не с толком не знает правил дорожного движения. Я в этом ему помогаю, учу его правила дорожного движения. Под чутким присмотром старшего брата Владислав учится правильно переходить дорогу. Ведь очень важно уметь переходить улицу и стать аккуратным пешеходом к тому моменту, когда придется ходить в школу самостоятельно. Я хожу в школу с братом. Он меня научил переходить через зеленый свет. Я знаю некоторые правила дорожного движения. Владислав и Никита Шульга учатся в 17-й школе. С дорожной разметкой на пешеходном переходе здесь все в порядке. Кроме того, чтобы усилить безопасность перед пешеходным переходом, на этом участке дороги установили так называемых лежачих полицейских, перед которыми водители должны снизить скорость. Необходимые меры для безопасности учеников предпринимают и педагоги школы. Перед ними стоит важная задача – донести информацию до детей таким образом, чтобы у них выработалась жизненно важная привычка – соблюдать правила дорожного движения. Решить эту задачу непросто, но необходимо. Классные руководители проводят со всеми учениками лекции, беседы по безопасности дорожного движения. В дальнейшем все старшие классы во время дежурства выходят дежурить на дорогу, чтобы подсказать маленьким, то есть начальным классам, как правильно пройти именно теорию, точнее, пройти практику перехода. Ну а в дальнейшем у нас, начиная с восьмого класса, это у нас постоянно еженедельно занятия, для четвертых-шестых классов у нас соревнования «Безопасное колесо», где также проверяется знание правил дорожного движения. Ну вот и так мы в течение всего учебного года стараемся привить ученикам правила дорожного движения. Вопросами детской безопасности на дорогах занимается и Славинская рота ДПС, сотрудники которой постоянно проводят различные профилактические мероприятия. В связи с началом учебного года нового рота ДПС Славинского-Накубани акцентировано внимание на безопасность дорожного движения вблизи учебных и общеобразовательных заведений. В связи с этим проводятся спецоперации безопасности на дорогах, подросток. Водитель должен знать, что приближаясь к пешеходному переходу, он всегда должен пропустить пешеходов, вступивших на него. А то же самое пешеход, прежде чем переходить в проезжую часть, должен убедиться в безопасности, так сказать, осуществляя воин. Вдоль дорог, вблизи школы, установлены дополнительные специальные дорожные знаки, а порядок на проезжей части контролируют патрульные машины и сотрудники службы. Но, к сожалению, все чаще мы узнаем печальную статистику о дорожно-транспортных происшествиях с участием детей. Так, в 2013 году на дорогах Славинского района произошло 11 аварий, в которых пострадало 10 детей, а один погиб. За 8 месяцев этого года произошло 6 дорожно-транспортных происшествий, 6 получили травмы. Смертельных исходов, к счастью, не было. Сотрудники ДПС, водители, педагоги в школах – все должны понимать, что лишь совместными усилиями возможно уберечь детей от несчастных случаев на дороге. Но все же главное, когда дело касается безопасности ребенка – это родительская забота и внимание. Надежда Неткочева, Александр Косицын, Георгий Калинин. Программа «События».